И возвращаемся к нашему первому сюжету о событиях в Донецке и Донецкой области. Это видео сняли местные жители. На Шахтерской площади в Донецке пусто. Со стороны Путиловского моста доносятся взрывы. В небе клубы дыма. Под артобстрелом Киевский, Ленинский, Куйбышевский, Ворошиловский и Петровские районы. Там повреждены жилые дома. В Донецком краеведческом музее из 29 залов уцелели только три. Больше всего пострадала археологическая коллекция. По словам руководства, восстановить экспонаты здания уже невозможно. А сотрудникам художественного музея боевики угрожают расправой. Также продолжается ограбление представителей бизнеса и пересечных граждан. Кроме того, террористы требуют от работников художественного музея Донецка отдать им все художественные ценности, погрожаясь расстрелом. В местной мэрии сообщают, город частично обесточен. Света нет в жилмассивах Киевского, Куйбышевского, Петровского, Кировского и Ворошиловского районах. Водоснабжение в Донецке восстановлено. А вот газа нет примерно у тысячи семей и на 23 предприятиях. Под Снежным украинские военные уничтожили большое количество техники ополченцев. В информцентре СНБО говорят, среди боевиков началась паника. Было снищено 11 установок БМ-21 Град, 3 танки и 5 боевых машин пехоты-террористов. За передними подрахунками, траты российских найминцев складает понад 100 оси. Продолжаются бои за Иловайск. Украинские военные вошли в город несколько дней назад и сейчас пытаются полностью его зачистить. Однако боевики не покидают своих позиций и ведут встречный огонь. Это пекло. Не прекращаются обстрелы ясеноватой. Местные жители сняли на видео полуразрушенную девятиэтажку. В ней рухнули перекрытия с 9 до 1 этажа. Сгорели квартиры. Стояк вообще ушел. Тупо без стояка, короче. В Макеевке ночь также прошла неспокойно. Жители города сообщают, что видели дым и слышали взрывы со стороны Ханжонково, 55-го квартала и поселка Бажаново. Получается, только в лобовое попало и вот сюда. В лобовое сюда. Сюда вот попало, да. В городе Ждановка, недалеко от Макеевки, повреждены несколько домов. Обесточена крупнейшая шахта Ждановская, из-за чего появилась угроза затопления предприятия. Также местные жители говорят о пятерых погибших. Двое из них дети. Однако официально данных о пострадавших в результате боев в Ждановке пока нет. В Кировском снова под обстрел попала шахта Комсомолец Донбасса, сообщают местные жители. Снаряды попали в админздание, механический цех. Повреждены автобусы и автомобили. Сотрудники предприятия укрылись в бомбоубежище. Пострадавших нет. На юге Донецкой области украинские десантники сбили российский беспилотник. Сбили, да!